А это у нас будут блины с красной рыбой и с сыром. Очень чисто и аппетитно. Так оно выглядело. Переделали всё. Ничего не осталось. Только окно фасадное. За их спинами очередь. Только слепили вареники, их сразу же разбирают. В Нойсе, возле Дюссельдорфа, на северо-западе Германии, украинцы открыли продовольственный магазин, где можно купить вареники, голубцы, сырники, блины и другие украинские блюда с разнообразными начинками. Купить эти продукты, пельмени, вареники, было возможно только в русских магазинах. Учитывая теперь наши отношения с Россией, не хотелось туда идти. Рука не поднималась оставлять там деньги. И возникла идея создать, во-первых, рабочие места для наших девушек, которые сюда приехали без знания языка и имеют психологические и языковые барьеры. Очень трудно было найти работу. Мне показалось, что это как одна из идей компании, трудоустройство наших. Вторым вопросом было заполнить нишу, которая пустовала. А клиенты на данном этапе появились. В одной лишь Германии находится миллион наших украинцев, вынужденно переехавших. Персонал полностью украинский. Только на кассе девушка из Литвы, свободная говорящая на немецком, чтобы объяснять немцам особенности украинской кухни. В общей сложности 8 человек. Все оформлены официально. Уверяют, что зарплаты достойные. Оксана Мелько к кулинарии вообще никакого отношения не имеет. По специальности она биохимик. До войны работала в лаборатории при больнице в Балаклее Харьковской области. А жила в соседнем поселке Пришип. Мы приехали, потому что уже сил не было терпеть. Обстреливали деревню в течение шести месяцев, каждый день. Поэтому деваться уже было некуда, когда наши начали наступать, бои интенсивные пошли. И мы вынуждены были бежать. Оксана и ее мама уехали из Украины два месяца назад. По их словам, как и многие другие украинцы, они не привыкли просто сидеть дома. И нашли работу через интернет на сайте с объявлениями о вакансиях. Мы не сразу уехали в Германию. Мы сначала уехали в Польшу. И там тоже не становились на учет как беженцы. Мы с матерью сразу пошли работать на завод, потому что нужно было чем-то занять мозги. А не сидеть каждый день и читать новости. Так с ума можно было сойти. Поэтому мы решили работать. И такая механическая работа, такие процессы как раз отвлекают. Такие процессы, видимо, лекают. Оно затягивает. И ты меньше думаешь обо всем этом ужасе, который сейчас творится в Украине. Это, на первый взгляд, монотонная работа, своеобразная психотерапия для беженцев из Украины. А с другой стороны, своеобразное шоу для прохожих. Люди останавливаются, рассматривают, фотографируют. Для местных это нечто необычное и оригинальное. Магия создания вареников завораживает. Местная жительница Генриета еще никогда не пробовала украинские блюда. Она заказала вареники с вишней и творогом. Я покупаю, думаю, я правильно произношу, вареники. Я живу неподалеку. Увидела это и также прочла в газете, что здесь украинские блюда. Мы много делаем, в частности, в Дюссельдорфе для украинских беженцев. И, конечно, нужно попробовать эту еду. Я не очень знаю, что это такое, но потом еще почитаю. Вареники с картофелем стоят 7 евро за килограмм. По германским меркам это недорого, примерно как два пива. Вареники с капустой и грибами – 8 евро. А голубцы из свинины и говядины – 13 евро. Сырники классические – 11 евро. Также есть пельмени, хинкали и другие блюда. Это же надо было. Надо было жениться на одесситке, чтобы покупать. Так, я тебя попрошу. Чтобы покупать это все в магазине. Что такое? Девочки сделали. Сказали, что? Оксана родом из Одессы. Проживает в соседнем Дюссельдорфе. Магазин только несколько дней как открылся, а сарафанное радио уже работает. Наша подружка узнала. А ей сказала Саша, то есть ваш шторбюратор. То есть он сказал, и передали дальше, дальше, дальше. А мы теперь будем дальше передавать. Шеф-повар гастро-омы Александр Донканыч получил образование в Англии, где изучал классическую французскую кухню. А сейчас готовит украинскую в Германии. Ему понравилась идея Дениса распространить украинский дух и вкус в Германии. Я начинал с рецептов бабушки, но скажу честно, не своей, а коллеги. Он говорил, что она делает отличные вареники. Начинали с теста, которое было шикарным, и начинки такие же. Но потом оказалось так, что когда мы перешли на профессиональную кухню, то рецепты перестали работать так, как в домашних условиях. Наверное, из-за того, что это тесто месит теплая рука. И когда это месит тесто-машина в нашем случае, потому что мы на такой объем вручную, именно тесто вымесить не сможем. Поэтому иначе запускаются процессы. Нам нужно было то всё, как говорится, отрабатывать быстро, чтобы мы могли подготовить хороший рецепт уже к запуску. Основа меню – украинская классика. А именно – вареники в разных вариациях с добавлением души, таланта и опыта, как говорит сам Александр. Из неклассических начинок – вареники с малиной и сыром. В общей сложности на данный момент 34 позиции в меню. Различные начинки, разновидности таких блюд, как блинчики, деруны. У нас есть обычные картофельные и цукини очень вкусные. Многие коллеги на кухне даже никогда не пробовали их и сказали, что очень интересная идея, очень интересный рецепт. Надеюсь, что нашим покупателям оно тоже очень зайдёт. Я всегда синхронизировался с продуктами, которые я делал. Я их чувствовал, и поэтому, когда я разрабатывал рецепт или сырников, или какой-то начинки, это у меня немного как медитативное состояние, в которое я вхожу. Я начинаю ощущать консистенцию. Я, как говорится, вкладываю свою душу, чтобы она отражалась в этом рецепте. А это обсуждают новый рецепт. Снимать близко нельзя. А что дальше по рецепту, говорить и показывать нельзя. Авторское право. Вкусная тайна. А вот появление украинского продовольственного магазина уже не тайна. О гастро-оми с положительным откликом написала местная газета. Статья называется «Как трое украинцев знакомят с родиной». Кроме того, украинский магазин уже интегрирован в местную пищевую цепочку. Работаем с местными фермерами. Отбираем перец, капусту, всё лично. Шеф-повар едет на поле, на склады фермера. Смотрит. Пытаемся использовать только качественные продукты. В помещении, где теперь украинские блюда, раньше торговали пончиками. А потом тут была бургерная. Так оно выглядело. Переделали всё. Ничего не осталось. Только окно фасадное. Всё остальное было изменено. Плитка, стены, кухня. Всё было под ноль снесено. Всё было сделано с чистого листа. Назвались «Гастро-Ома», то есть «Гастрономическая бабушка». Потому что предполагают, что основные клиенты будут всё же не украинские беженцы, а немцы, имеющие хороший доход и готовые тратить свои средства на ручную работу и качественные вкусные продукты. Немецкие бабушки украинскую гастрономическую бабушку уже оценили. Посмотри, что у меня здесь. Как здорово! Прекрасно! Ещё и купон на скидку. Что вы купили? Я купила драники из цукини. Выглядит вкусно. Мне нужно скорее идти домой, пока они не растаяли. Мои украинские гости будут точно рады. В среди лепящих вареники и военный пенсионер Виталий из Николаева. Он был вынужден уехать через полтора месяца после начала войны. Сначала в Хорватию, а затем в Германию. Работать в женском коллективе ему нравится. Говорит, девушки не столько делают замечания, сколько дают советы. Вареник слепить вот здесь надо посильнее прилепить, чтобы он не разваливался. То есть такие нюансы делают замечания, на что нужно обратить внимание. Не то, что замечания, что это не так, это так. В общем, люди подсказывают. У кого есть какой опыт, как хозяйки дома. Или вот человек работал, допустим, на производстве именно этом. То он знает, конечно, как это в промышленном объеме делать. Виталий работает в семейном дуэте. У его жены Ольги сегодня первый рабочий день. Вы забрали, там добрый зажимает? Добрый. Больше, макароны по-плотски. Это я так думаю, что у меня самое козырное блюдо макароны по-плотски. Потому что я был в Италии, там меня не угощали, а ходил, покупал. Сказали, с мясом макароны, паста, это болоньеза. Я долго в этих макаронах искал мясо. Привет, друзья. Привет. А дело в том, что когда я делаю, то мне надо в меня фарш и поискать макароны. Поэтому мне это больше не нравится. С различной пожаркой, добавками, там. Это будет дело всё гораздо вкуснее. Чтобы открыть такое заведение в Германии, Денису и его коллегам понадобилось полгода. Специально взяли помещение, где раньше тоже была гастрономия, чтобы было легче с разными бюрократическими разрешениями. Если бы оно не было адаптировано под общепит перед этим, соответственно, это минимум 8-12 месяцев. Надо было бы, чтобы пройти все этапы пошагового в Германии, чтобы всё это сделать. Бизнес-план, дизайн, визуализация, разработка бренда и логотипа, разработка рецептуры – всё это уже позади. Было нелегко, признаётся Денис, потому что цель – угодить не только украинцам, но и немцам, туркам и другим диаспорам, живущим в Германии. Так что делают и бургерные котлеты, и шницели. Работают несколько дней и собирают отзывы, чего не хватает, кто с какой начинкой и что любит. Денис также создал своеобразную цепочку взаимопомощи не только для украинских беженцев за границей, но и для внутренних переселенцев в самой Украине. Эти кувшины для нашего декора передавались из Украины. В Германии мы не смогли такое найти. А если даже что-то и встречается на eBay или Амазоне, то стоит здесь такое очень дорого. Это производилось в Славянске. Когда началась война, производитель переехал в Хевельницкую область. И производится сейчас эта глиняная посуда в Каменец-Подольском. Вырубляется в Каменец-Подольском и Хевельницкой области. Денис хотел бы создать целую сеть, покрыть и другие регионы Германии. Уже готовят франшизу, чтобы другие украинцы или немцы могли открыть такой же бизнес. Работать на себя и предоставлять рабочие места другим. Денис с коллегами первыми придумали в Германии такой формат. И надеются, что все получится. А пока на очереди новая партия вкусности. Это у нас будут блины с красной рыбой, с сыром, с лососем. Прохожие на улице уже глотают слюну и рассуждают, чтобы заказать. Даже этот памятник рабочему, который находится недалеко от магазина, тоже чувствует запах украинских блюд и хотел бы отведать вареников и блинов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова